добрый день девочки я вам обещала вечером рассказать про расклады которые сделала и вы сделаете вывод правильно ли вы трактовали расклад так ли вы у вас получилось как у меня вот что хочу я вам сказать да вот обычно когда люди приходят очень многие люди они приходят с недоверием потому что сейчас очень много таких людей которые как бы говорят много но на самом деле ничего не сбывается и как говорится очень много шарлатанов и вот например моей практике очень часто было когда люди приходили меня проверяли подавали там фотографии мертвых людей и говорили а как у него здоровье да и вот чтобы войти в контакт с человеком чтобы было вот это доверие между вами эквирентом вот очень хорошо вот этим способом которые сейчас расскажу войти к ним доверие я обычно например вот им говорю что то что знают только они что у них было в прошлом и когда я им это говорю и это хорошо срабатывать сразу идет волна понимания доверие человек раскрывается перед тобой уже какие-то сомнения и тревоги его по поводу надурит не надурит все это проходит и вот я вам хочу сейчас рассказать вот этот расклад который сделан на прошлое мы он делается определенным образом а то есть мы можем сделать расклад на прошлое ну хоть например вот от начала там рождения то есть вы сами этот период жительный выбираете сами но какая здесь фишка вы раскладывать начинаете не с первое не с первого дома а с последнего то есть вот вы мешаете карты и задаете вот этот расклад а там 36 карт 4 массе скажите мне пожалуйста правду там про такую-то про такую-то что у нее было в прошлом в течение там ну я здесь например взяла 20 лет до в течение 20 лет и когда я начинаю вот раскладывать карты я представляю как вот эти дни месяца года начинают отсчитываться назад и начиная вот это вот так вот ложить по ходу энергии назад вот сюда вот сюда и вот как бы по ходу энергии и прихожу в первый дом по домам идти наоборот там 6-35-34 там и так далее да и дошли вот и я уже уверена что этот расклад мне показываю показывает прошлое на прошлое именно заданный период но перед этим я делаю самый простой расклад вот такой вот то есть он не дает понятие о самом человеке какой он как к нему подойти вот конечно здесь без подробностей да но этот расклад дает самое основное про этого человека ну и вот давайте начнем вот это человек этот расклад весь ну вот я и сделала три расклада мы будем с вами как как вот как я делаю да сначала этот расклад потом у нас идет нам вишнево-лиловых здесь этот расклад брел сделал на две колоды для того чтобы мы не ошиблись какой какой дом у нас энергия просела и он идет в негативе а какой позитиве и уже завершает у нас надо на одного человека и завершает у нас классика ну вот давайте начнем значит вот это я раскладываю то есть как какой человек какие основные события у него вот по жизни что у него на данный момент и мы вот давайте посмотрим первая позиция у нас отвечает за сам характер человека здесь как выпала карта сада она говорит что человек общительный очень она вот общается в обществе что возможно ее все знают человек можно сказать так известный да и теперь к этой карте мы подсоединяем соседние карты именно они будут давать те нюансы характера человека который присущен именно этому человеку этому квиренту вот смотрите давайте например начнем соединение по коню соединение сада с кливером дает о том что человек везучий ему всегда по жизни везло особенно везло с социумом везло с какими-то контактами социуме как открытый зеленый свет открыли открывали открывались перед ней дороги и все что она хотела у нее это проходило легко избывалось дальше следующая карта которая дает нюансы характер это карта змеи и она наделяет характер мудростью не скандальностью а наоборот действовать какими-то обходными путями если что-то не решается не идти в лоб а а именно зайти с другой стороны какой-то вот такой изворотливостью продуманностью это вот этот эта карта об этом да дальше и теперь мы смотрим уже на другом уровне какие какие карты окружает вот эту карту и тоже наделяют ее своими нюансами значит карта мужчины наделяет характер активностью деятельностью что эта женщина не посидит что она такая вот ей бы что-то делать ведь вечно там крутится что-то там такая женщина да карты совы то же самое она означает являет человека чувствительностью интуиции наделяет ее скажем так какой-то вот задумчивостью возможно склонности таким скажем иногда там депрессивном состоянии когда например может что-то не получается она может просто скажем так нервничать сильно и карта крысы она может означать что значит человек любит когда вокруг нее очень много людей человека вот тут в данном случае карта крысы проигрывается как множество множество людей потому что рядом стояла сама карта сада да и соединение с крысами это много людей это какой-то коллектив вот дальше значит следующая у нас карта это карта позиция номер два она отвечает за материальное положение здесь карта крысы карта крысы говорит о том что деньги теряются что потери все время вроде бы зарабатывается хорошо но деньги все время тратится на что же они тратятся на решение каких-то проблем по ключу на какую-то скажем тайну которая которая который человек постоянно думает на на мужчину на детей и нас скажем так на что еще на на вот на красоту то есть на поддержание себя в хорошей форме на поддержание не только вот физической форме но и внешне там всевозможные там масочки кремы ну вот чтобы выглядеть моложе скажем так дальше следующая карта это у нас карта какие друзья и здесь вот была карта книги книга означает что эти друзья еще со времен тогда когда она еще училась это вот сокурсники да потом эта же карта может говорить что все люди умные или же это люди студенты потому что книга это означает учеба в основном это и женщины потому что видите идет на карту женщины и мужчины тоже самое и скажем рядом стоит карта солнце что-то весьма так известные личности возможно они яркие такие она любит с такими людьми общаться которые с с изюминкой эти люди дальше позиция четвертая это позиция семьи здесь у нас выпала карта солнце она говорит о том что семьей все хорошо что у нее семейное счастье что это скажем так как ключик который нам эту проблему она пыталась решить она ее успешно решила то есть она давно скажем так возможно жила одна и вот она мечтала хорошей семье на такую семью нашла потому что соединение солнца с собой говорит о том что семьи было две то есть первый брак был неудачным она разошлась и вот второй брак именно вызывает и радостные эмоции это как некое счастье некий некий счастливый случай который не представил представила сама судьба и почему-то она полностью ощущает себя женщиной и чувствует себя просто счастливым человеком семье позиция номер пять у нас здесь стоит карта мужчины и она отвечает за позицию детей и мы можем здесь сказать что первенец у нее был мальчик и рядом стоят две карты говорит о том что двое детей и слова стоят у нас на даме крестья говорят о том значит есть мальчик и девочка и мы можем здесь сказать что мальчик у нее уже учиться так он идет на книгу девочка младше скажем так девочка очень симпатичная красивенькая и похоже на похоже на маму а мальчик очень умный мальчика все удается решать все вот скажем так все задачки сил учебе он очень хорошо учится следующая позиция позиция номер шесть она отвечает за отношения с родителями здесь мы видим карта слов и которая на этой позиции может быть о том что родители уже нет в живых и рядом карта крысы говорит о не такой там а потери да а потери которая тяжело скажем для этой женщины обошлось мы здесь видим что родители нет в живых следующая позиция это позиция у нас секса здесь мы видим что карт лежит карта клевер это как некий шанс это удача это везение что значит вот секс для нее ну не на самом первом месте но и играет скажем так не последнюю роль и соединение с картой букет который стоит следом говорит о том что этот секс для нее вот красиво утонченно что она на якоре заякорена на этом сексе что она его любит идет эта карта на сад и здесь соединение клевера садом говорит о том что вот этот сексуального человека она нашла в своем окружении дальше позиция номер восемь она у нас отвечает за карьеру и здесь карта букета карта букета это карта творчества это карта радости это то что ее работа ее карьера доставляет ей удовольствие рядом над карты букета стоит солнце соединение солнца букет и женщина говорит о том что эта женщина известная обществу что по солнцу очень часто это говорит о том что это вспышки камер что это человек очень часто снимается возможно ее показывают по телевизору и с чем еще связана ее вот эта карьера рядом стоит карта книги говорит о том что человек еще обучает какому то творчеству других людей как вот решает их проблемы чтобы они решали свои проблемы вот это вот все сочетание мы можем сказать что человек учит других и рядом видите крысы как студенческое общество что она учит скажем так молодежь какому-то вот творческому процессу или там актерскому там мастерству следующая у нас позиция это позиция тайны и здесь у нас выпала карта якоря говорит о том что она заякорена вот на этой своей тайне было какое-то длительное время а что она об этой тайне думала что она ее вот эту тайну скрывала это вот по диагонали здесь мы смотрим что эта тайна связана со студенческим обществом связана с мужчиной с которым она сейчас живет и связана с обществом дальше мы потом это вот как бы на метки делаем да потом вот мы по большому рассказали норман уже эти более подробно рассмотрим вот то что мы сейчас рассказываем там это выпадет более подробно следующая позиция это значит позиция ее хобби здесь выпала карта змеи карта змеи в данном случае проигрывается как мудрость через ее знания мудрость которую она проявляет в обществе среди студентов значит все свое свободное время она именно вот преподает скажем так или снимается или преподает мастерство студентам потому что вот смотрите ее сочетание змея сад змея книга змея букет по коням да вот именно это говорит о том что все ее свободное время она как бы вот занимается этим плюс еще может говорить о том что она занимается своими детьми которые тоже требуют у нее внимание решает какие-то проблемы связанные с этим следующая позиция позиция здоровья здесь выпала карта ключа она говорит о том что нужно обратить внимание на позвоночник что возможно могут быть какие-то боли могут быть какие-то неприятные могут может быть воспаление и на это надо обращать внимание и следующая позиция у нас позиция духовности здесь выпала сама женщина когда выпадает сама женщина это говорит о том что человек идет по своей судьбе что она несет что-то вот радостное такое позитивное в мир здесь об этом эти карты говорят смотрите над ней стоит карта букета стоит карта солнце эта карта действительно то что она несет вот радость несет творчество несет красоту в мир и теперь давайте мы с вами перейдем к следующему раскладу на эту же женщину как бы мы будем смотреть что же у нее в прошлом было такого и именно здесь я хочу остановиться более подробно и рассказать почему я выбрала эту колоду напомнить еще раз значит эта колода она у нас разделена на две части вот видите тут окантовочка вот это вот видите вишневой да вот здесь посветление это лиловая и вот я когда мешала я значит говорила что лиловая то у меня положительно будет отыгрываться карта если же карта выпадает вишневого цвета то она будет от уже читаться как негативное здесь уже не нужно будет думать а как эта карта проигрываться то ли это успех то ли это провал тут уже будет все понятно и естественно что мы делаем brl из 72 карт потому что это же две колоды по 36 и здесь надо обратить внимание на то что сколько карт выпало одинаковых например коса коса там да или что там у нас давайте посмотрим здесь какие у нас здесь двойные карты и мы здесь видим что у нас двойные карты это вот женщина-женщина это говорит о том что значит для нее важна она сама нее важно как она выглядит для нее это очень важно потом здесь у нас две карты дерева вот дерево и вот это говорит о том что для нее важна семья что семья Для нее тоже играет не последний урон. Здесь два дома. Вот дома тоже говорит о том, что семья и дом для нее они очень важны. Потом здесь у нас есть карты двоякоря. Это говорит о том, что для нее важна работа, что она трудоголик двоякоря. Это две карты работы. И здесь у нас еще есть две карты солнца. Это вот солнце и вот солнце. Говорит о том, что для нее важно вот это ее съемки, на которых она снимается. Для нее это тоже важно сниматься там где-то на актрисах. Я так вижу. И значит для нее это тоже важно. И тут есть у нас еще карты одинаковые. Это вот две горы. Две горы говорят о том, что есть некие препятствия, через которые она как бы вот пытается обойти эти препятствия. То есть не все дается ей так легко. Но все-таки в общем у нее это все получается. И давайте мы посмотрим теперь, как же отыгрываются эти карты в домах, как их читать именно в этом варианте. Вот смотрите, начнем по алгоритму. Начнем мы с угловых карт, которые как бы рассказывают вот о том 20-летнем периоде, периоде прошлого, какие были важные такие события. И мы здесь видим, что карта кольца, она у нас негативная, потому что она у нас вишневая. И мы здесь говорим о том, что в прошлом был у нее какой-то брак, который был у нее не очень успешным, который не принес ей желаемой радости, что вот это кольцо, вот этот брак, он был неуспешным. Это было в прошлом. Дальше идет у нас луна. Луна у нас выпала лиловая. Значит, мы ее читаем позитивной картой. Она у нас будет просчитываться как позитивной. И она попала в дом у нас в букетах, что говорит о том, что это эмоции, радостные эмоции были у нее в прошлом. Отчего они были у нее позитивные, такие радостные эмоции? А это связано с мужчиной, который как бы ей подала судьба, как некий шанс, как некое везение. Потому что у нас клевер, она тоже карта у нас лиловая. Значит, мы читаем ее в позитивном ключе. И она у нас выпала в доме мужчины. Значит, это о том, что был некий мужчина, который вот как вот внезапно появился на ее пути, принес ей радостные эмоции. И следующая у нас угловая карта. Это карта сердца. Она тоже у нас лиловая. Значит, она читается в положительном ключе. И она говорит о том, что это карническая любовь, что это сама судьба дала ей эту любовь, которая осветила ее жизнь смыслом и наполнила радостными эмоциями. Причем рядом, смотрите, над картой сердца стоит крест. Он тоже лиловый, положительный. Значит, это читается не как испытание, а читается эта карта как судьба. Сама судьба предоставила ей шанс, предоставила эту любовь. И теперь мы смотрим, что же это за любовь и что же это за человек. И это сердце у нас конем идет, видите, на собаку. Собака у нас лиловая. Значит, это мы ее читаем позитивно. Значит, этот человек очень красивый. Рядом стоит карта букета лиловая. Что мужчина очень симпатичный. Что мужчина очень положительный. Рядом стоит карта лиловая башня. Говорит о том, что познакомились они в каком-то государственном учреждении. Возможно, это связано с ее работой, потому что башня идет на якорь, на лиловой. То есть это работа, где она работает. Ну, это, значит, учебное заведение. Что этот мужчина, значит, встретился ей там. Мужчина симпатичный. Дальше. Что мы смотрим дальше. И вот мужчина, собака у нас падает, значит, она у нас падает на ключик. То есть он решил все ее проблемы. Проблемы, о которых она думала. Которые она хотела решить. А какие она хотела проблемы решить. И мы здесь смотрим дом, ключа в доме, ключа у нас солнце. То есть она хотела счастья в семейной жизни. Видите, потому что солнце идет на дом. То есть она хотела счастья в личной жизни. И именно благодаря этому человеку, этому другу, она решила эту проблему. Теперь мы посмотрим, меня вот заинтересовала вот эта карта. То есть у нас в доме косы выпала женщина. Но обратите внимание, у нас же здесь две женщины. Одна у нас женщина, она лежит у нас в карте туч. А другая у нас лежит в косе. Что это означает? Значит, ну так как у нас проигрываются карты в обратном порядке, то мы, значит, я могу сказать, что смотрите. Человек здесь изображен, женщина старая. Это острая ситуация. То есть человек не хочет стареть. Эта карта хочет сказать, что человек не хочет стареть. Он хочет быть рядом. Там, видите, карта у нас, кольца, говорит о том, что она хочет быть, подстать своему мужу, потому что она будет с ним взаимодействовать. И поэтому для нее значимость быть молодой очень важна. А почему? Потому что вот она падает на, это нужно ей для работы. Дальше это ей нужно, опять-таки, солнце в башне для того, чтобы в съемках она снималась, чтобы ее брали на такие роли, которые ей нравятся. И ее корреспонденция, это идет как сама судьба в доме письма. То есть это в этот дом, крест в доме письма, что будет много предложений о новых ролях. Потом, дальше, так как рядом выпала карта кольца с ней, это, значит, ее общение, это ее окружение. Это ее окружение с чем? А вот со своим другом, который стоит на ее доме, которые у них официальные с ним отношения, потому что он падает у нас на кольцо и стоит рядом с башней, как государственное учреждение. Это то, что этот брак с этим человеком зарегистрирован, и что у них семья, потому что корреспонденция собаки – это карта дерева, карта семьи. Поэтому я здесь еще делаю вывод о том, кстати, здесь еще две карты книги, открытые и закрытые, вот они стоят. Это говорит о том, что для нее очень важен процесс обучения, что она все время как бы обучает других, сама обучается. И, значит, здесь я еще делаю вывод, что почему она хочет выглядеть молодой, чтобы удержать этого человека. А раз она его хочет удержать, я делаю вывод, что она его старше, что мужчина ее моложе, и поэтому она тоже хочет выглядеть моложе. Потому что она падает, смотрите, на ключ, это решение проблемы старости, и идет она на гору, что препятствие к этому есть, что она хочет решить этот вопрос. Он так как ключ у нас, и гора выпали вишневого цвета, мы их читаем в негативе. То есть есть препятствие к решению этого вопроса. То есть трудно это решить без операции. Дальше, что мы еще? Давайте посмотрим основную тему. Основная тема – это у нас центр расклада. Это вот он у нас. Здесь, смотрите, какие интересные карты выпали. Карта косы. Ну так как коса у нас иловая, то мы ее читаем в позитивном ключе, и она уже здесь читается не как острая ситуация, а наоборот, как некий результат. Как некий результат через что? Через книгу, через знания, через какую-то информацию. Потом дальше у нас идет карта книги закрытой, чтобы была какая-то тайна, которая открылась, которая связана с результатом. И дальше у нас идет карта крысы, карта потерь. То есть была некая тайна, как вот помните тут, да, у нас в первом раскладе, которую она скрывала до некого момента, боясь потерять, боясь разрушить свое счастье. И, то есть, потом все-таки эта тайна раскрылась. Эта тайна связана у нас с сообщением. Связана эта тайна с какой-то острой ситуацией. С острой ситуацией у нас тут здесь выпала метла в доме, в доме змеи. Вот метла в доме змеи, это говорит о том, что острый конфликт связан с ее возрастом. Змея это еще вот мудрость, возраст, да, старая женщина. То есть это был конфликт. И этот конфликт, и поэтому она не рассказывала эту тайну. То есть еще раз подтверждается о том, что она моложе своего мужа. И она держала это в тайне, чтобы не вызвать некий скандал в обществе, чтобы не потерять это счастье. Это тоже так. Дальше. Что еще нам хотят рассказать карты? В доме клевера, в доме удачи, в доме везения у нас выпала тоже положительная карта. Это карта рыбы. И она говорит о том, что у нее постоянно какие-то такие счастливые случаи подворачиваются, что деньги к ней идут, деньги ее любят. У нее есть выбор. Ну, скажем, она выбирает. И есть вот эта карта идет, видите, на выбор. Но выбор у нас вишневый. То есть бывает иногда выбор у нее неправильный. И у нас карта развилки попала в ребенок, в дом ребенка. Это говорит о том, что новый выбор, который ей предлагают. И она вот выбирает, как ей эти деньги заработать. И падает на нее, видите, еще, да, вот так вот. Дальше падает на гору. Иногда бывает у нее с деньгами, скажем, потратила, очень часто бывает, что деньги потрачены, потрачены на дом. Вот их не бывает в такие моменты, бывают потрачены на семью. Следующая у нас позиция, это дом корабля. И здесь выпала у нас негативная карта ключа. Это о том, что есть некие проблемы в доме, которые надо решить. И они пока нерешаемые. И плюс еще она, и эта карта, и падает на дом. Говорит о том, что есть некие планы, некий результат, связанный именно с домом, с жильем. И этот вопрос они хотят решить. И деньги нужны именно для этого, для какого-то нового жилья. И они пока этот вопрос еще не решили, но собираются его решить. Следующая у нас позиция, это позиция дома. Здесь выпала позитивная карта, лиловое дерево. Говорит о том, что дом надолго, что семья надолго, потому что дерево, когда выпадает в дом, это говорит о том, что счастливая семья. И эта семья надолго. Тем более она падает, смотрите, дерево падает у нас на кольцо. Это тоже говорит, что люди находятся в браке, что семья крепкая, что надолго. Но вот тут вот и будут некие, падает на змею негативную. Это говорит о том, что будут такие некие неприятности, некие подставы. Подставы от кого? И тут рядом стоит карта букет. Она означает у нас даму от неких дам, потому что человек этот очень симпатичный. И как бы она будет ревновать его другим женщинам. И что создаст какие-то неприятные моменты в их жизни. Но все равно семья их не распадется. Сама женщина у нас выпала в доме тут, что говорит, что есть такие неясные какие-то моменты, связанные с тайной, которую она скрывает, связанные с некими потерями, которые есть в обществе. То есть вот, скажем так, что она человек общественный, и она вот боится свою семейную жизнь выносить за пределы. Почему? Потому что вот именно эта тайна, это то, что муж ее моложе, и то, что она боится, что вот когда она это все расскажет, что будут препятствия их счастью. Если мы посмотрим вот ее, да, куда она у нас зеркалит, то мы видим, что она была на солнце. Опять-таки солнце – это и благополучие, это и счастье, и в то же время это и съемки. Она у нас зеркалит еще в карту дерево, что она семейная женщина, что у нее есть семья. И она у нас зеркалит на гроб, который негативного плана, и который у нас находится в доме солнца. Говорит о том, что были моменты, что как бы не было у нее счастья семейного, но сейчас все это наладилось. Дальше. Дальше у нас идет, значит, мы сейчас вот эту еще женщину, да, почему она негативная, и куда она попадает? Она же, она у нас выпадает, зеркалит, вернее, на башню, которая находится в собаке. Это говорит о том, что своего друга она, потому что башня в собаке, значит, своего друга она нашла в учебном заведении, что, значит, зеркалит она, что он принес ей счастье, солнце в башне, и ее корреспонденция, это крест на письме, это судьбоносное оформление отношений, сама судьба дала этого человека. Теперь нам становится понятным, более понятно, чем занимается человек, что у него и что. И теперь мы переходим с вами к основному раскладу, который разложен на обыкновенных картах. И здесь уже мы можем просмотреть, что здесь хотят показать карты у нас. Да, я хотела по поводу детей. Там у нас было, что, двое детей. Давайте здесь посмотрим. Значит, здесь у нас в доме ребенка выпала карта номер 22. Это карта развилки, удвояющая карта, которая тоже говорит о том, что детей двое стоит на доме, то есть дети находятся в доме, что есть некая тайна, потому что эту карту окружают, видите, две книги, которые они скрывали от общества, потому что боялись неких препятствий от них и думали, что люди не поймут. Видите, вот тут идет рядом с развилкой общества и гора, и дом, плюс тайна, книги окружают. И я сделаю вывод, что они скрывали рождение этих детей. И напрашивается вопрос, а почему они скрывали? И мы это рассмотрим вот на этом раскладе, потому что здесь мы найдем ребенка и посмотрим, а что же такое с ребенком, что они скрывали рождение этих детей. И мы здесь видим, давайте посмотрим, ребенок у нас выпал в дом якоря, говорит о том, что они были на этом ребенке, как бы они его очень хотели, они заякорены на этом ребенке. И в то же время эта позиция может быть о том, что человек все равно до последнего работал на работе, хоть и ходил беременный, потому что вот рядом рыбы, это как бы когда человек беременный, вот часто это и рыбы обозначает. И рядом ребенок, и книга. То есть вот эта беременность, видите, опять-таки беременность в тайне, сохранялась в тайне. И рядом опять-таки книга, опять подтверждает, что в этом раскладе, что беременность они скрывали, и что ребенка они скрывали всеми возможными способами. Почему? Давайте мы посмотрим, почему ребенок идет на саму женщину в доме сердца, и идет на гроб в звездах, и идет на мужчину в доме собаки. Значит, мы видим, что этот ребенок у нас, это от молодого человека, от второго, особенно вот это говорит о том, что вот эта вот девочка, и они ее скрывали, гроб в звезде, говорит о том, что... понятно, говорит о том, что женщина видела этого ребенка в очень... в очень... в таком возрасте, когда никто не рожает, в очень позднем возрасте, кто бы ее не понял, почему она это такого ребенка родила, и поэтому они до поры до времени очень долго это скрывали. Почему я так говорю? Вот смотрите, рядом с ней стоит карта Лилии, карта Лилии в крысах. Это говорит о том, что человек вот именно забеременел и родил ребенка, ну, скажем, даже можно сказать, в старости. Очень редко рождают детей в таком возрасте. Вот. И что мы здесь еще посмотрим? Мы здесь посмотрим, что же такое дом у нас, крест куда пошел. Судьба у нас пошла в Лилии. Лилии это как некий результат, и опять-таки результат уже в преклонном возрасте, связанный с ее любовью, с препятствием в любви. Дальше связан крест у нас с эмоциями и связан с домом. То есть опять-таки у нас говорит о том, что женщина очень скрытная, что она скрывает все, что связано с личным, с ее семьей, с ее мужчиной, с ее детьми, и особо как бы это не разглашается. Опять-таки, как и в том раскладе, собака у нас попала в башню, и мужчина попал в собаку. Говорит о том, и собака стоит, смотрите, на башню, что с мужчиной они работают в одном месте, что познакомятся они в неком учебном заведении. И теперь, девочки, я вам раскрою тайну, на кого был этот сделан расклад. Этот расклад был сделан Евгению Дмитриеву. Евгению Дмитриеву. Это известная актриса. Может быть, вы смотрели там три полу-грации, она вот снималась, да, потом очень хороший фильм у нее, Заза. И вот я сначала не читала вот ее биографию, да, я просто сделала расклад, и после, когда вот я сделала вот этот вот результат, что у меня получилось, я стала читать ее биографию. И действительно, действительно, значит, она вышла замуж за своего ученика, который учился у нее, и где она преподавала вот актерское мастерство. Ее муж младше ее на 19 лет, и ребенка второго. Она родила в 47 лет. Ребенку сейчас ее два года. И вот именно здесь вот эта карта все показали. Так что, девочки, давайте с вами учиться, продолжать дальше, читать эти расклады. Чем больше мы практикуемся, чем больше у нас будут практики, тем лучше у нас будет получаться. Всем успехов и всем пока!